Эмоциональное выгорание. Слово-то какое страшное. Неужели люди действительно сгорают на своей работе? Да, к сожалению, это так. Потому что в наше время скорость бешеная. Столько информации, столько задач, столько проблем и самое главное, столько требований, которые постоянно давят на человека. И самое главное, человек очень сильно давит на себя, потому что ожидает от себя быстрых результатов, быстрых достижений своих целей. И от этого случается действительно выгорание. Особенно это видео будет полезно достигаторам, которые все никак не могут успокоиться на достигнутом и ставят все большие цели. Перфекционистам, которые всегда стремятся к идеалу. Поэтому в этом видео я поделюсь очень понятной инструкцией самопомощи. И здесь важно, друзья мои, не обесценивать это состояние, потому что я знаю, как бывший достигатор, мы просто не замечаем этих признаков и думаем, что мы просто ленимся, просто мы потеряли мотивацию. Но если забивать и вытеснять это состояние, то в конечном итоге оно разрушает, самое главное, вашу карьеру. Ради чего мы это все делаем? Для того, чтобы построить успешную карьеру, чтобы заработать побольше денег, чтобы жить кайфовой, счастливой жизнью, чтобы иметь прекрасные отношения. Выгорание влияет на все сферы жизни. Оно просто лишает красок, чувств, ощущений. И в конечном итоге, конечная точка, к которому приходит достигатор, вовремя не услышавшись свое тело, это депрессия, апатия. Когда уже вообще ничего не хочется, просто хочется сбежать в лес и сказать, да гори, но все огнем, ничего я не хочу. Поэтому очень важно осознать, поймать это состояние, чтобы не скатиться в самую дыру, где совсем уже ничего не хочется. Согласны? Насколько может быть эффективна самопомощь? Точно может быть эффективна, особенно в начале, когда вы слышите первые признаки выгорания. Какие они могут быть? Тяжесть на уровне тела. Перестает радовать, да, какие-то внешние обстоятельства. Вроде бы все прекрасно, та же работа, та же машина, дом, вроде бы все хорошо. А на уровне ощущений становится очень грустно, тяжело и нерадостно. Это вот эти первые звоночки, на которые очень важно обращать внимание, потому что с них намного легче перейти в другое состояние. У меня буквально недавно был такой случай, когда мой проект набирал обороты, и все шло классно, и очень много задач, новых людей, цели такие масштабные, все классно. Но тело начало сигналить, хочется закрыться, убежать, нету как будто бы энергии, нету радости. Я начала прислушиваться к телу, потому что тело – это истина. Голова может наваливать все, что угодно. Она будет говорить, давай, быстрее, нужно достигнуть вот эти результаты, ты обещала, нельзя останавливаться. Но тело, наш истинный компас, оно никогда не врет, оно всегда вам подскажет, когда нужно останавливаться. И важно просто учиться слышать эти сигналы и давать себе маленькую передышку. Маленькая передышка состоит из пяти шагов. Шаг первый – взять отгул и сделать паузу. Взять отгул, чтобы отгородиться от внешнего мира и развернуться к себе. Шаг второй – отключить телефон и внешние раздражители, хотя бы на короткое время, чтобы дать себе это время тишины. Шаг третий – пойти в свое место силы. То место, которое вас наполняет и делает немножечко более спокойными. Лес, река, кафе – там, где вам хорошо и спокойно. Шаг четвертый – начать задавать себе вопрос, что я на самом деле хочу. Обратиться к внутреннему ребенку, потому что за ресурс у нас отвечает внутренний ребенок. И за наши истинные желания у нас тоже отвечает внутренний ребенок. Наш внутренний взрослый, ответственный достигатор, он может наваливать бесконечно, что неважно, соберись, тряпка, давай быстрее. И он заставляет вас через «не могу», через «не хочу» и «надо» должна продолжать идти. И в этот момент наш внутренний ребенок зажимается, ему становится очень неприятно, как вот не слышишь маленького ребенка, и он начинает истерить. Вот внутри каждого из нас, неважно, сколько вам лет, 50, 60, 40, внутри каждого из нас есть эта субличность, есть эта часть нас, которая сжимается в те моменты, когда вы от них что-то требуете, от него, и перестает вам давать просто энергию. И начинает истерику. Вот очень важно обратить внимание внутрь себя и спросить, что я хочу. Очень помогает иногда телесный контакт, когда вы себе чувствуете разогреть руки, и теплые руки, прям минутку-две подержать в области центра, центр нашего достоинства, и это дает телесный контакт и помогает себя чуть больше услышать. И если ответы сразу не приходят, просто дать себе немножко время, побыть в тишине, самое главное, без телефонов и без всяких внешних раздражительных. Просто иногда нашему внутреннему ребенку нужно время, чтобы выйти, показаться и вообще начать с нами коммуницировать. Поэтому вопрос, что я на самом деле хочу? И шаг пятый. Сделать это. Обязательно дать внимание и сделать то, что вы на самом деле хотите. Это может быть достаточно простая вещь. Ну а если не получается разобраться в себе, такое тоже бывает, то приглашаю вас на пробную сессию «Алхимия дыхания», которая поможет услышать свое истинное «Я», которая поможет пройти эти слои ментального шума, который наполнен на нашей голове нашими мыслями, и, наконец-таки, почувствовать свое тело и услышать своего внутреннего ребенка. Подробности в описании в этом видео. Присоединяйтесь. Дыхательные практики – это один из самых быстрых и эффективных инструментов для того, чтобы выйти из этого выгорания. Потому что дыхание дает жизнь, дает кислород и насыщает мозг энергией кислородом, как и весь организм. Кроме того, дыхание переключает вашу нервную систему в парасимпатический отдел, что дает вам расслабление и наполнение. А когда вы расслаблены и наполнены, вы становитесь словно ястребом, который очень четко видит свои задачи и очень быстро реагирует, и может решить любую ситуацию. Ну и алхимия дыхания. Она еще более действенная, чем другие дыхательные практики, потому что она очень быстро погружает в тета-состояние. Это состояние глубочайшего расслабления, которое очень сложно достигнуть в реальной жизни. С помощью специальной музыки, специальных слов я погружаю вас в такое глубинное расслабление, в котором у вас включается режим гения. Режим гения – это там то состояние, где идеи начинают приходить. Очень много ко мне приходит запаренных, уставших, выгоревших бизнесменов с большим головником «Что делать дальше?» дышат и находят ответы и решения для своего бизнеса. Поэтому не откладывайте долгий ящик, присоединяйтесь. В ближайшее время подробности в описании. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok